Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Привет всем, кто смотрит сегодня этот ролик. Как всегда, в воскресенье мы продолжаем нашу работу, кропотливую и важную по изучению теней, окружающих нас, по изучению нечисти, управляющей этими тенями. Смотрим, как работает созданный нашей волей палач и делаем выводы. Логика и понимание формируют единственно верные выводы, что позволяет довести до вас чистую истину. Полностью освободив ее от шелухи мороха и лжи, от вредоносных вкреплений правды, которой очень много видов и подвидов. Ведь правда, я это много раз говорил у каждого своя, и приводил много раз обычные и бесспорные доказательства. На один и тот же вопрос, изучаемый кем-либо, может оказаться 15-20 правды, и каждый будет уверен, что только он знает правду. Но на самом деле истина всегда только одна. Самый лучший образчик этого была такая газета под названием «Правда». С самого начала своего появления на свет эта газетенка просто ставила рекорды по распространению лжи, подлости, страха, ненависти и просто элементарной моральной грязи. Она стала вообще-то в своей деятельности эталоном для всех сегодняшних средств массовой информации, для всех масс-медиа. Вообще идеальная система распространения лжи была создана в свое время в идеологическом отделе ЦК КПСС Советского Союза. Остальные все только копировали эту работу в средства массовой информации, потому что обуздать армию считавших себя свободными журналистов на Западе было очень и очень трудно. Но они решили со временем эту проблему. Сегодня по всей Европе вы не найдете ни одного реального независимого журналиста, ни одного реального телекомментатора, ни одного известного популярного очень блогера, который бы не зависел полностью от системы. Система сделала так, чтобы люди контролировали лист, особенно те, кто вещают на английском, немецком и французском языке. Сегодня же мы поговорим о основных видах этого явления, носящего такое заманчивое название «правда», об его истоках и причинах того, как же получилось, что сегодня именно журналисты стали реальной мировой властью, ибо именно они издают декреты, указы, законы и прочую мерзость от имени жалких марионеток, которых сами же, ехидно ухмыляясь, именуют, похихикивая, кривляясь, именуют их президентами, министрами и прочими реально бранными грязными словами, потому что сегодня такие слова, как президент, спикер парламента, лидер политической партии – это просто грязные ругательства на самом деле в реальности. А журналисты, знаете, как их взяли в конце концов в 70-е годы? Им постепенно показали, что именно они станут реальной властью в мире. Именно они будут решать судьбы. Им так говорили – это вы будете решать судьбу мира. Только вы должны давать дозированную, строго проверяемую и строго контролируемую нами информацию, потому что иначе никак не получится поставить этот мир полностью под контроль вашего журналистского слова. Но для начала, друзья, я зачитаю маленькое письмо от Константина, который тоже проживает в стране У и комментирует письмо Константина из Николаева. Здравия, Марат! Слова Константина из Николаева Подтверждают полностью. В моем городе похожий бардак и сценарий. Власти местные доедают бешеными темпами остатки ресурса, не понимая, что им не дадут больше этим ресурсом воспользоваться. Хомяки имеются по территории У в поисках места, где не падает ничего с неба и с ужасом понимают, что такого места нет. Тратят при этом остатки и без того скудных запасов цветной бумаги, пока еще считающиеся деньгами. Сегодня вернулась, пробыв полторы недели, сестра из Лейпцига. Лейпциг – это такой город Германии. В шоке от того, где побывала. Город красивый, но она, зная немецкий и английский, преподает, так и не смогла найти место постановки на учет, по причине того, что немцев в городе практически нет. Остались немного пенсионеры, они и то направили по адресу. Остальное население тоже на немецком, но и на английском не говорит, по причине того, что европейцев там практически не осталось. Перед отбытием туда я сестре все это объяснил и рассказал. Она мне не поверила, пока не увидела сама, во что превратили города в сытой Германии. Спешка паразитов запустить все и сразу говорит только об одном – не успели. Их уже стирают первые лучи рассвета, палач не умолим и не подкупен. Благодарю за отдушину, благоразумие в мороке. Мир дому, всем добра, мира и покоя. Я, конечно, считаю, что слова сестры автора комментариев, как всегда, немного преувеличивают реальную ситуацию. И на самом деле найти что-либо в Германии очень просто, если есть смартфон в руках. Любая информация, любая геолокация доступна везде в Европе, даже на русском языке. Да, когда попадаешь в любой город Европы, действительно у вас создается впечатление, что вы попали куда-нибудь. Ну, Маркеш, например. Потому что вы не видите на улице днем местных жителей. Они, их там меньше, чем если вы пойдете гулять где-нибудь по Рарабату, то вы больше будете видеть лиц европейцев, чем где-нибудь, если вы пойдете гулять где-нибудь по Бордо. Реальная ситуация такая, что вот действительно на улицах бродят толпы людей, которые ничего не понимают, ничего не знают и вообще не понимают, зачем они сюда попали, что они здесь делают. Они, как голодные тараканы, ищут еду, ищут где-чего украсть. А другие, которые уже как-то пристроились, они что-то делают, коммерцию свою. Продают контрабанные сигареты, продают дуль, продают ворованный товар какой-то, продают дешевый алкоголь, все что угодно, продают своих женщин. В общем-то, чем-нибудь да, торгуют. Вот им, у этих мигрантов, у них занятий-то особых нет никаких. Проблем-то у них реально, они все проблемы у них закончились совершенно. Денег каких-то дают им немного, жильем обеспечивают, то есть крыша над головой есть. Многим из них такое жилье в своих странах и не снилось. Все для них бесплатное, я имею в виду коммунальные слуги, за свет, газу, воду, отопление, платить совершенно ничего не надо. За обучение детей тоже ничего платить не надо. Одежду детям тоже дают бесплатно. За транспорт платы с них не берут. Если есть карточка абонента социального центра, то он с этой карточкой передвигается на городском автотранспорте. Детей в школе кормят обедом. Учатся они, не учатся, это неважно, их кормят обедом. Даже халяль в этом обеде обеспечен, если кто-то из них реально считает себя мусульманином. К тому же реальная демографическая ситуация очень и очень простая. Реальная, если вы посмотрите. Это очень хорошо видно по системе образования и по детским дошкольным учреждениям. Дети мигрантов составляют от 60 до 90% учеников в большинстве государственных школ. Утром остановите машину около городской школы в Германии или той же Франции, и вы сами тут же все поймете. Замещение титульной нации уже свершившийся факт и избрание индуса главой правительства Берлитании очевидное подтверждение потери контроля над своей территорией коренными жителями. Они реально уже оккупированы эти территории, и они постепенно теряют какой-либо контроль над этими территориями. Хотя эти территории еще называются именем титульной нации. Например, Франция, там Италия, хотя Италия, понимаете, там никогда не было единой нации. Испания тоже, там тоже никогда не было единой нации. как таковой. Но, тем не менее, то есть те, кто жили там, на этих территориях, они теряют постепенно, полностью теряют контроль над своей территорией, и даже верхушка власти постепенно подменяется новыми пришлыми мигрантами. Утром, я еще раз повторяю, пойдете в любое место, вы увидите. Почему? Потому что эти коренные жители, они уже реально стали рабами. Они не просто стали рабами, они работают на этих приезжих. То есть вся их деятельность реально занята тем, что они работают на приезжих. Они платят сумасшедшие, бешеные налоги, и из их налогов эти вновь превыши, очень несчастные, очень бедные беженцы, они за счет них живут. Эти должны много работать и платить. Но поскольку этих, которые много работают, все меньше и меньше, то государства эти, так называемые государства, на самом-то деле там государств нет, потому что они распространяют фантики от непонятного банка, эти евро, они просто начали штамповать эти евро в неограниченном количестве, чтобы всем этим мигрантам дать. Потому что в бюджете, в том, который они якобы там принимают в парламенте, этих расходов просто нет и быть не может. То есть идет государственное преступление, потому что если тратится что-то сверх бюджета, это чрезвычайные траты и требует, каждая такая трата, каждая требует отдельного утверждения, сначала парламентской комиссии рассмотрения, потом утверждений и так далее, и так далее. То есть достаточно сложная процедура. А когда валимым решением бросаются миллионы, миллионы и миллионы евро, например, которые не были заложены в бюджете, например, на помощь там Украине, на помощь беженцам, на помощь еще кому-то, это является грубейшим нарушением закона. Бюджет утверждается только раз в год. И никто, ни некой президент, никто не имеет права силовым методом выделить такие деньги из бюджета. Но они это делают, и это понятно, потому что на самом деле там все липо, от начала до самого конца. Потому что всех этих правительств в реальности, я уже много раз это говорил, нет. А вот мнение такое появилось о состоянии армии той же самой США, Соединенных Штатов Америки, которые грозно пугают и рычат, как сбесившая собака по всем социальным сетям, в СМИ, газетах, журналах и так далее. Там реально я говорил, что там нет никакой власти ни в Белом Доме, ни в Конгрессе, там вообще, скорее всего, все давно уже все черное и темное, там нет ни президента, ни правительства, это все снимается в Голливуде, миром управляет средством массовой информации. Так вот, мнение о состоянии армии США. Японский эксперт Кадзухи Ко Фудзи в статье Шукан Жендя пишет, что сейчас армия США находится в бедственном положении. Реальная боеготовность находится под большим вопросом. Интересно, когда чего-то нет совсем, то о чем стоит сам по себе вопрос? Дело в том, что, говорит этот эксперт, что американцы усиленно помогают Украине, а отправляют туда все больше оружия. Одновременно с этим они истощают свои военные запасы. На самом деле, там истощать нечего, там, как и в России, как и в Украине, нет оружия. Оружие производится сейчас в Северной Корее, в Китае и в Иране. Все. Есть также проблема с личным составом, пишут эксперты. Исследования показывают, что военная служба в Америке потеряла бывую популярность. Он также добавил, что в Америке наблюдается нехватка большая. Нехватка личного состава. Армия потеряла свои позиции в стране. Например, в этом году был недобор 15 тысяч солдат. Он плохо, плохо, этот эксперт просто послушал мой ролик, либо не понял, скорее всего, в котором я называл цифру из источников в Америке 25 тысяч. Это официальная цифра 25. Реально, мы не реальную цифру мы не знаем. Вообще, все эти эксперты по странному стечению обстоятельств, видимо, внимательно изучают мои ролики и подгоняют их под содержание своих нужд. Возможно, конечно, что я заблуждаюсь, но очень странные совпадения. Не успел я рассказать о том, что в армии США небольшой недобор, и она, боеспособность, все равна нолю, как это тут же появилось из разных совершенно источников. Моментально появилось везде. На первый взгляд, все стало очень дико выглядеть при трезвом и пристальном логическом анализе. Но и реальность не истина. Как мы уже убедились, никому сегодня нигде не нужны. Все жадно ищут ложь, смакуют с большим удовольствием ложь, упиваются наркотической сутью лжи, потому что каждая ложь она в себе несет, так сказать, элементы возбуждения и забвения. То есть содержание лжи, чем крепче ложь, тем она сильнее действует, как сильнодействующие наркотические вещества и транквилизаторы. Все почему-то дружно стали разносить ложь по социальным сетям. Казалось бы, все очень просто. Возьми и открой сам, не ренись, если ты такой умный. Найди реальные цифры по пяти объектам, например, просто возьми пять военных объектов, инфраструктуру России или США, или той же Франции. Если тебе интересно, и все станет очевидно, все лежит на поверхности. Четыре года еще назад я выпустил ролик «Семь бесспорных фактов того, что Россия – несуществующее государство». Я сейчас посмотрю, ролик называется «Семь бесспорных фактов того, что Россия – несуществующее государство». Четыре года назад. После этого тему подхватили, растащили, обглодали вдоль и поперек все, кому не лень. И мне теперь все время посылают ссылки на это. Как вам это нравится? Мне все время говорят, «Марат, посмотри внимательно, вот там, как ты можешь играть? Да Россия же вот». И там начинают приводить факты, которые я давно уже озвучил. И мне же это присылают. Естественно, в искаженном, естественно, в изуроданном, естественно, подогнанном под нужды того, кто это говорит. В смысле? Но большая часть населения продолжает при этом верить, что они живут в России, что в России есть границы, которые никем не утверждены, нигде не подписаны, что у них в России есть правительство, что у них в России есть президент и впрочем абсолютно невероятную, абсолютно невероятную чепуху. Вроде того, что есть как бы суды, куда надо обращаться, заявления. Есть какие-то выборы, на которых надо правильно проголосовать, и все изменится, в счастье придет. Что происходит в головах людей, которые вроде как имеют образование, могут считать и писать? Думал я ранее, вот просто меня удивляло, я много лет думал, что же происходит в головах людей, ведь все лежит очевидное, и на поверхности. Сейчас я понял, что это уже совсем не люди, а только манекены. Когда этот талантливый шут от синагоги, Аркадий Райкин плюнул всему населению в лицо, выпустив такой сборник, солянку такую, фильм, люди и манекены из своих реприз. Всем Васям, всем Ваням он грубо плюнул, плюнул просто, жестко плюнул в лицо. Помните такую фразу у него в одном из реприз? А что если мы запустим дурочку? Запустить дурочку, это значит писать, отвечать, загружать почту, тянуть резину. А за это время или насосы отменят, или завод реорганизуют, или министерство ликвидируют. Вот они синагоги запустили в 1991 году дурочку, и весьма успешно ее запустили, а якобы, значит, распаде Советского Союза, и якобы возникновение 15 якобы независимых государств. Никто и по сей день ни одного доказательства независимости этих 15 государств никому не предоставил. Для правильного функционирования этого дешевого спектакля привлекли кучу актеров от синагоги, каких угодно. Одних там выпустили в США, вроде этого бывшего там президента Грузии. от них выпустили еще где-то, в основном в недрах КГБ СССР и высших органов партийной власти. Самая известная, самая нелепая кукла выскочила из сундука такого хранилища специального для таких кукол КГБ СССР звать звать эту куклу. Имя у нее такое Крошка Пу. Ее, эту куклу, она уже очень популярна стала всего мира, хомяки знают. И даже очень многие хомяки эту куклу боятся. А помните его прямое обращение к новым русским? Этого я имею ввиду вот этого Аркадия Райкина. Помните, вот он тогда сказал, когда, черти когда, в 80-е годы. Но обращался он явно к новым русским, они же знали, что они будут. Читаю дословно. В Америке и и в Парижике, и в Парижике, и в Мадридике, и в Мадридике, и в Мадрии, но как же и веночки были, вы же весь мир, весь мир объездили, да, облазили, обползали, обштопали, обмешулили, объегорили. Только вот, на самом деле, что получилось, пока разбогатевшие русские весь мир объездили, оплевали и деньгами сорили везде, критикуя все. Им все не нравилось, и сервис не такой, и дороги такие, и обслуживание плохое, и бассейне вода на один градус теплее, чем обещано, и бассейн размер на 20 сантиметров, он короче, чем в проспекте, ну и так далее. Вы все это знаете, лучше меня. Только вот, на самом деле, вас готовили, в это время их готовили, на праздничный стол, как поросят, откормленных или индейок, и в рот яблоко, и в другое отверстие морковку вставили, и уже в печь ставят, а они все про Мальдивы ролики выпускают, и все снится им красный квартал в Амстердаме, и все распространяется в заглот, ролики с полуголыми девками, посмотрите, голая дурочка, набирает 20 миллионов просмотров, это же значит, кому-то очень надо, а вот, это прямо с дыхателем по СССР адресовано от Аркадия Райкина, время было не то, время было другое, эпоха была жуткая, просто жутчайшая эпоха, настроение было гнусное, и атмосфера была мерзопакостная, но тем не менее рыба в Каме была, особенно забавляют меня некоторые комментаторы и комментарии, ну просто иногда уже даже не знаю, что сказать, один такой фрукт-комментатор пишет, да про эту базу НАТО в Жуковском все давно все знают, он еще не добавил, что он лично там раз пять был, дайте другие доказательства существования других баз НАТО, при этом сей супчик слышит ролики о базе в Ульяновске, слышит ролик о базе в Якутии, причем там с комментариями в комментариях под роликом прямо человек пишет, который сам отустроил базу для американцев в Якутии, там полковник или подполковник строительного строительных войск, СССР, еще в СССР строили эту базу, уже в СССР полностью работали американские военные на территории Советского Союза, да, что с людьми происходит, я не знаю, и тут он говорит, ну дайте мне факты, дайте мне немедленно, они прямо требуют, у меня он говорит, нет времени все твои ролики смотреть, ты вот прямо сейчас факты мне дай тут комментарии, то есть у него, у суперзанятого фрукта, времени нет, а у меня есть ему, у этого идиота времени нет, а у меня значит есть время текст в 50 минут комментарий вставить, записать, а если это не один текст, а 10 текстов, это 500 минут я буду комментарий вставлять, и тут через 3 комментария, буквально ниже 3 комментария прохожу, другой пишет, что-то никто про эту базу в Жуковском, кроме автора, ничего не знает, факты и доказательства и ссылки тут ждайте, а то отпишусь, представляете, как я испугался, что все великие умники от меня отпишутся, читая такие комментарии, сразу вспоминаю из того же источника, от Аркадия Райкина, нельзя сказать, не сказать про школу, она дает ребенку, ну, грубо говоря, грамоту, это опасное оружие в неумелых руках, потому что, ежели раньше он рисовал на заборах, ну, грубо говоря, рожи, то теперь он пишет, мягко выражая слова, друзья, вот такие выпускники школы, тогда, после бутылки портвена 33-го, писали на заборе, так как за 10 лет научились кое-что писать, а теперь вот комментарии пишут, и даже слова новые выучили, например, выучили слово пруф, дай им пруф, несомненный прогресс от схематических изображений гетеродных органов с пояснениями, до таких вот шедевров в комментариях, вот я обещал Райкин за особые заслуги и выслугу, это опять-таки адресовано сегодня от них, от синагоги, не просто забор, а каменный забор, высотой метров 15-20, сверху можно орнамент из проволочки, хорошо бы и с колючей, сейчас заборчик ставят вокруг всей территории России, ставят заборчик такой, и орнамент из колючей проволоки, дождались, Райкиных насмотрелись, друзья, внизу под роликом имена тех зрителей, которые смогли поддержать канал за прошедшую неделю, благо и здравия всем желаю от себя и от имени всех тех, кто не имеет такой возможности оказать помощь, смотрит мои ролики, заходит на сайт, пишет комментарии и оказывает очень важную моральную, духовную, искреннюю поддержку моему творчеству, если нет, как говорится, у вас, если у вас помощь финансовая оказана для вас затруднительно, то не надо об этом печалиться, не надо переживать, ваша поддержка словом и вниманием очень важна для меня. Там же, конечно, вы легко найдете ссылки, для тех, у кого появилась такая возможность, то может он присоединиться к их числу. Когда-то, совсем недавно, если верить такому человеку, как Довлатов, я цитирую его выражение, полная бездарность не оплачивалась, талант настораживал, гениальность порождала ужас, наиболее рентабельными казались явные литературные способности. Наиболее рентабельными казались явные литературные способности. Сегодня, как мы с вами видим воочию, востребована уже не явная литературная способность, востребована полная бездарность, но еще более востребован полный кретинизм. Полный кретинизм масс-медиа для работников культуры, искусства, администрации самого высокого уровня. Посмотрите сами, кто получает Шнобелевские премии, госнаграды в области науки, искусства, театра, литературы. Кому выплачивают гранты от науки? Сами посмотрите. Все просто на самом деле. Для хомяка главное что? Главное титул, чтобы бумажка была красивая, титул написан был. Титульный лист нужен, громкий заголовок не нужен, внимание, срочная новость, все, судьба запада решена. И хомяк бросается и смотрит, и смотрит. В конце он не может понять ничего, но он думает, наверное, я все-таки не дотянул по уровню до автора, и ничего я не понял, посмотрю-ка я еще раз эти три минуты о том, как срочно и как вся судьба запада решена. Но главный же громкий заголовок он-то привлек внимание, сказал, вот вы часто пишите мне, что близкие друзья не хотят вас слышать и слушать. Вы просто, все просто очень, вы стараетесь провести аргументы, выдумчиво там, доводы, рассказать все, используя логику и факты, но на самом деле мертвым тех, кто вас якобы слышит, противны даже звуки вашего живого голоса, вашего голоса, голоса, который звучит от вас искру Творца в себе несущего. Есть гениальная фраза Чешетского кота из Алисы, Когда чудеса становятся бредом, разум превращается в безумие. Еще раз. Когда чудеса становятся бредом, разум превращается в безумие. Подумайте сами над ней, хорошо, подумайте. Для вас пока что в отражении настоящего мира все еще слишком реально, вы его слишком реально воспринимаете. Это большая ошибка. Оно в вашем разуме в настоящий момент вот это отражение, эта тень, слишком реально, куда более реально, чем единственный реальный и настоящий мир, о котором я вам много раз рассказывал. Такова природа этого морока, морока нечисти. Они делают все, чтобы люди сражались на поле боя, на этом поле боя, который расположен в театре военных действий. Боялись голода, боится человек сидит в голоде, вместо того, чтобы заниматься своим призванием и обеспечивать себя всем необходимым. Вместо того, что-то делать, он сидит боится. Конечно, легко бояться, сидя в двушке на сокольниках и смотря в страшилки постоянно, забывая даже нормально детей своих покормить. Вы сами программируете свою гибель от голода и холода. Так работает морок цивилизации лжи, в котором нет никакого смысла пытаться выжить. В этом мороке никакого смысла выживать нет. Надо жить, начать жить, дав волю своей душе. Изменения и искажения реальности вокруг вас. Их надо видеть, что идут искажения и изменения реальности. Ужимки и прыжки слух нечисти, мутные потоки лжи не попадают под категорию хорошо или плохо. Вот эти все вещи не попадают в категорию хорошо или плохо. Там все ужасно. Мы все время пытаемся сбежать от своего призвания, которое у каждого одно только, единственное. Используй термины морали, которые придумали те же самые сгустки тьмы, которые все время учат вас со школы, с детского сада, что хорошо, что плохо. Только вы забываете о том, что учат они вас тому, что хорошо для них, и учат тому, что плохо для вас. А почему они придумали эти термины морали? А для того, чтобы вы не мешали им вкусно питаться вами. помните такой стежок, что такое хорошо и что такое плохо? Нам все время ставят через подобные стежки ограничения и бордюры, идиотские запреты и еще более идиотские правила социального поведения индивида, душу и призвание своего потерявшего или даже не пытавшегося найти свое призвание. Если, например, простой пример, вот вам вас все время ставят противоречия, создают искусственно, если 40 лет назад призвание свое, так сказать, люди видели в одном, сегодня они видят в другом, ну, берем самый простой пример, 40 лет назад за мужеловство вам давали срок, то сегодня вам дадут срок просто за неприятие и отрицание права мужеловства преподавать в школе. Если во Франции всего лишь при Сарказии ввели Конституцию запретно закрытое лицо в любом общественном месте и за это не только штрафовали, но и могли дать срок, то сегодня ношение намордника стало нормой, поддерживаемой государством. Создается самое ужасное противнерепое, противоречие что по закону по Конституции лицо закрывать никак нельзя, оно должно быть открыто в любом общественном месте и за это вас должны привлечь к ответственности. А теперь вспомните, я вам уже говорил, я вам все права волшебника изложены у меня здесь в роликах. Так вот, вспомните девятое правило волшебника. Противоречие в действительности существовать не может. То есть, здесь вы видите противоречие, но правило, оно гласит, что противоречие существовать не может. Ни частично, ни полностью. отсюда можно сделать простой и совершенно неоспоримый вывод. Это вывод неоспоримый, отвергнуть его невозможно. Реальность только одна. Власти и государства нет и быть в этих условиях не может. Еще раз смотря, вывод какой из этого, что если противоречие невозможно, то мы делаем какой вывод? Власти и государства нет и быть этой власти в условиях никак не может. Ее просто нет. И я еще в 2019 году убедительно доказал, что Пятой Республике Французской нет и быть не может. Ролик короткий. Есть просто колоссальный развод населения банды наперсточников. Ролик называется Париж весна первого мая. Вы думаете, кто-то возмутился? даже поднять руку и покрутить пальцем в виска никого во Франции не нашел. Не осмелся никто. Французы, которые еще кое-где есть во Франции существуют, занимают очень простую позицию. У них позиция простая. Устрица в раковине. Выключают разум, как фонарик, и сидят в теплом уюте гнилой куче компоста, в которой превратили их в страну, великолепную страну. Простой вывод в виде неопровержимой аксиомы отсюда следует. Верить в противоречие, в его реальность, это значит отказаться от веры в существование мира вокруг вас. И природа вещей в мире значит отказаться от самого себя и от своей души, как неделимой части от творца. Сейчас подчеркиваю. Отказаться от себя, от своего предназначения, от своей души, как неотделимой части творца. Простой маленький пример. Наглые пастыри церкви, погрязшие в грехе и разврате, говорят «Не делай, как я, а делай, как я тебе говорю». Любая религиозная догма состоит из невероятного количества противоречий. Все религиозные трактаты и книги построены только на противоречия. Потому что огромная качество этих богословских школ деньги-то надо заколачивать. Толкователи религиозных текстов, их задача была основная выпекать из морока лжи все новые и новые разновидности форм этих противоречий, этих противоречивых нелепостей, которыми набито все это. Самый вопиющий сегодня противоречий это фактически сегодняшние так сказать богословы, полностью отрицают фактически и Библию и Коран под видом новых фактов и веяний, новых тенденций, и ни один верующий химячок не спросит у них. А кто вам, несчастным, давал право ревизировать заветы пророков и постулатов божественных, никто не спросит. Ибо если все, что есть в этих книгах, можно толковать в угоду текущему политическому моменту, в угоду желанию правителей духовных административных власть завымя держащих, раз есть даже малейшее противоречие в тексте, допускающее двоякое, троякое или постоянное изменение его поприхоти, которое легко подогнать под текущий политический и экономический момент, то есть опять-таки неопровержимая аксиома отсюда вытекает, это неопровержимая аксиома, любой верующий многократно измененным и переписанным текстом, верующий в учение этих мерзавцев, верующий в наличие например идей крылы-мырлы бородатого, мау-кругворитцева, наевшихся мухоморы прорицателя, фрейда или Билли Гейтса ворота, добровольно откажется от реальности мира и от души своей, откажется от самого себя и переходит в стадию от хомяка условно-разумного в стадию плесени краткоживущего, а от бессмертия души отказаться стало делом очень почетным, очень одобряемым властью, как религиозных сатанистов, так и голосов от нечисти вещающих. Только вот реальный неопровержимый факт один есть. Заметьте одно только слово во фразе «вер и вера твоя спасет тебя». Место спасет поставить надо убьет и появляется новеющая аксиома абсолютно неопровержимая. Ветет только душе своей, она все знает сама, дайте ей волю, окажите доверие собей собственной душе, ни мне, ни каким-то пророкам, ни каким-то книгам, откройте душу свою и выпустите ее из тюрьмы, в которой вы ее держите на волю и верьте только ей, она сама все знает. Есть еще одна ошибка, которой грешат многие. Наивное желание есть такое уехать, убежать, спрятаться от своего прошлого совсем и навсегда. Сидеть, например, в купе зеленого вагона, пить вкусный чай с рогаликом, говорить с прекрасными случайными помпутчиками обо всем и ни о чем при этом и уезжать, уезжать на совсем из своего прошлого, отрезая себя от бессмысленных лет, от бессмысленных поступков, от бессмысленных друзей, которых оказались на самом деле не друзья, а не так не сяк. Это такой липкий наркоз надежды, глупой попытки отказаться от самого себя. Есть несколько избитых правил жизни. Хорошо там, где нас нет, и от себя не убежишь. От таких мечтаний мерзкая грязь реальности становится еще жирнее и противоречивее. Вашей душе это не надо. Она кочется в муках от подобных бездумных надежд и безумных, ибо хорошо знает, что же вам на самом деле надо сделать тут, здесь и сейчас. А не завтра, когда некий народ проснется или декорации поменяются. Только невероятно подлые деятели от литературы придумали для вас бред о том, что страдание это ваша плата за спасение, за грехи ваши, за спасение. любое страдание на самом деле это воздаяние вам за ваши поступки, совершенные в прошлом, в угоду власти, в угоду вере, в угоду кому-то, кто оказался сильнее вас на тот момент. Либо жесткое наказание за лень, трусость, покорность, терпение и ложь. Я из ролика ролик вам говорю, что мы живем в аду, и Армагеддон давно начался, а потом для всех, кто это не понимает, уже не будет ничего, ни чистилища, ни ада, ни рая. Совсем ничего, кроме полного забения для всех тварей бездушных и всех, кто душу свою утратил за лживые фантики. Никаких не будет, а если, а вдруг, может быть, никогда не случится этого, и на овось не пронесет, и на небось в рай не въедете. Сидеть и жевать лживую надежду равносильно акту добровольного отказа от вечности в пользу полного лживого морока, миража. Лучше нестись по ветру от восторга от собственной готовности творить вопреки, творить против воли нечисти, выполнять свое предназначение, чем ждать и искать оправдание своему безделью, своей покорности, своему страху. Это просто жалкие оправдания плоти, оправдания физического тела. «Ах, я боюсь за детей своих, ах, я боюсь за что-то еще, ах, я боюсь этого, ах, я боюсь того». Именно этого от вас и ждут, именно это у вас запрограммировано. Я же смотрю, это просто оправдание плоти. «Ибо душа не имеет ни страха, ни робости. Она прекрасно знает, что она вечна. И в чем состоит ваше предназначение, она знает. И по большому счету глупые, смешные страхи и ужимки вашего же биологического тела. Жить во имя физического тела может любой суслик, любой таракан. И потакая страхом и желанием его, вы теряете себя и сами себя ставите на одну доску с тараканом или курицей, в общем курятнике, в котором идет утилизация обитателей. Чем по большому счету отличается население Европы от тараканов, которых тратят дихлофосом каждый день, спрошу я вас? Они тупо отрицают истину, что их травят как тараканов. И истину, что сами приравняли себя к этим тараканам. Палач, созданный нашей волей, нашим протестом против этой цивилизации лжи, пришел за ними и он не уйдет, пока не покончат с ними всеми. Никто из покорных не сможет спастись, пересидеть, переждать. Выбор простой, бессмертие и свет души вашей в мире настоящем после наступления равновесия, лево полное развоплощение вместе с мороком. Можно ругаться, отписываться, проклинать меня, застыкать уши, смотреть страшилки и вести с фронта смотреть. Все это просто ваш выбор в пользу плахи. Я бессмертие и свет души вашей. Потеря одного тела не означает ничего. Владение словом, идеей и душой, предназначением своим, да вы еще можете себе сотворить сколько угодно тел, таких, которые вам будут нужны. Я не могу вас водить за ручку по белу свету и уговаривать вас. Я только голос того, кто стоит у края пропасти ворожей и ловит детей неразумных. Вы тех, чья душа готова получить волю свою и продолжить свой путь, тех, в ком есть силы найти свое предназначение. Запомните, что хомяк генетически ненавидит тех, кто сам торит свой путь. Если услышав ваши слова религии или государства, некто крутит пальцем у виска и называет вас дураком или говорит, а что тебе это дает, это означает, что вы нашли свою дорогу. Никогда не тратите время на хомяка и тем более не стоит его тратить на плесень. Всегда живите и никогда не выживайте. Благодарю вас сегодня за внимание. Сейчас, как всегда, немного поэзии. Друзья, сегодня меня потянуло в лирику Танечки. отдыхая, ты ты была и не была, словно время стерло, твой скользящий призрак вместе с тишиной, жизнь вгоняла в сердце ледяные сверла и лаская била жесткой рукой, приводила разных одинокой ночи, и твердила нужные горькие слова, научила ставить только многоточья, доказав на практике, что всегда права. Но я все же помню голос, профиль тонкий и глаза, зовущие в дымку за собой, ведь тогда казалось, что нужна лишь малость, чтобы дотянуться до луны рукой. Благодарю вас всех за внимание, всем доброго времени суток и до следующей встречи. Я постараюсь выпустить ролик, озвучив в нем некоторые взгляды, мнения, работу Александра на втором запасном канале «Незнакомая Франция». До следующей встречи.